Друзья, тут интересная конспирология от Ростислава Мурзагулова о том, что Рамзан Кадыров, возможно, может снести войну главу администрации Путина. И вообще назревает некий конфликт между администрацией Путина и Рамзаном Кадыровым. Связано это с Валберидс, с этой компанией и с тем, что сейчас вчера даже была перестрелка, и тут затронуты интересы Чечни, клана Рамзана Кадырова и затронуты интересы администрации президента Владимира Путина. И, возможно, вот вчера мне Ростислав Мурзагулов рассказал, что, в принципе, Рамзан Кадыров держит достаточное количество боевиков в Москве, в принципе, если что, готовит переворот. И эту конспирологию я решила обсудить с бывшим сотрудником КГБ внешней развитки Сергеем Жирновым. Сергей, приветствую вас. Здравствуйте, Даша, и привет всем нашим зрителям. Уважаемая аудитория, просим вас поставьте лайк этому видео, подпишитесь на YouTube-канал Сергея Жирнова, подпишитесь на мой YouTube-канал «Дашь счастливая» и напишите ваше мнение, что происходит, действительно ли башни Кремля сегодня могут воевать с Чечнёй, почему, какие это могут быть последствия этого жаба-кадюкинга. Сергей, мне было бы интересно услышать вашу точку зрения и разобрать эту ситуацию. Ну, во-первых, конечно, противостояние есть, оно и было всегда, но теперь его просто увидели многие люди, потому что была стрельба там буквально в центре Москвы, прямо напротив Кремля, значит, там кто-то там посчитал 400 метров до Кремля, вот приезжает какая-то вооружённая группировка, её встречает другая вооружённая группировка, потом приезжает правоохранитель, начинается стрельба. То есть всё как в 90-е годы при Путине и там при Ельцине, когда Путин в бандитском Петербурге всё разруливал. То есть всё вернулось на самом деле в эти самые 90-е годы, которые Путин так негативно к ним так относится официально, да, он даже высказывался по этому поводу во время там обращения к федеральному собранию, говорил, что всё с этим покончено, теперь у нас, значит, новые элиты будут теперь. Вот, кстати, новые элиты, которые прошли через так называемую СВО, то есть через войну в Украине, они на самом деле по-другому решать ничего не могут, потому что они, так сказать, они учились не в академиях, да, они учились на фронте, где насиловали, убивали, воровали вот с оружием в руках, и поэтому никакого другого разруливания там не может быть. Вот, у Кадырова в Чечне то же самое. Чечня ведь это такой субъект не федерации или не субъект федерации, потому что на самом деле у Чечни особый статус внутри Российской Федерации, она обладает практически независимостью от Российской Федерации, кроме денег. То есть Чечня получает из государственного бюджета дотацию огромную, которая получает лично Кадыров, то есть в распоряжении клана Кадырова. Вот, и в обмен на это Кадыров обеспечивает Путину условно какую-то там помощь, если что, не дай бог. Да, потому что на самом деле мы же понимаем, что кадыровские все эти воины, они, например, не воюют в Украине, то есть реально они не воюют, они где-то там находятся в лучшем случае, вот стоят где-то там в виде загранотрядов, потому что они все входят в Росгвардию, то есть они не входят в Министерство обороны. И вот они занимаются таким образом обеспечением порядка на оккупированных территориях. И когда начинаются какие-то бои с соприкосновения, то они больше воюют с светофорами, с какими-то лесопосадками, но не с реальными бойцами СВУ. Поэтому их называют тикток-войсками. Но вот там, где люди безоружные, внутри Российской Федерации, и куда могут приехать просто огромное количество бородатых мужиков с автоматами, то там они могут решить практически любой вопрос. Тем более, что у Кадырова особое отношение с Путиным. То есть без отмашки Путина, даже если они открыто нарушают закон, как это было с его подонком, молодым наследником Адамом, который папаша сначала незаконно добился переведения россиянина православного в Чечню, в халифат исламский. А потом этот самый подонок пробрался каким-то незаконным образом в СИЗО, и незаконным образом избил под камеру этого всего дела. И вместо того, чтобы папу и сына посадить в тюрьму, Путин, значит, в очередной раз их привел в Кремле, принимал в Кремле и Кадырова, и брата этого самого Адама. А этого Адама обвешали как елочку, значит, елочными игрушками, всякими цацками, государственными, негосударственными, мусульманскими и прочими всякими делами. Вот. У Путина с Кадыровым какая-то особая история. Никто ее понять не может, эту историю. Вот такое впечатление, что они просто спят вместе. То есть это просто любовники. То есть вот там непонятно. Вы понимаете, все русские националисты православные, они говорят, значит, подождите, Путин является президентом, который защищает Российскую Федерацию, ну, прежде всего, русский народ и православную религию. Там Кирюха ему там вешает ордена какие-то. Вот. И вдруг уходит какая-то бородатая скотина непонятная, Дон-Дон, которая имеет на этого человека совершенно особое влияние. И никто не понимает, что это за влияние. Потому что, вот посмотрите, значит, эти бородатые люди, они имеют возможность править или устраивать произвол в отношении русских и православных в Российской Федерации. Это совершенно ненормальная ситуация для Российской Федерации. Кстати, по этому поводу все русские фашисты ненавидят Кадырова и мечтают только вот, ждут тот момент, когда Путин уйдет, чтобы разобраться с Чечнёй, будет еще третья Чеченская война. И вот то, о чем говорит Мурзагулов, это, ну, конечно, такая конспирология внутрикремлевская. Вот. На самом деле Путин ведет все к большой, и я вам неоднократно это уже говорил, к большой религиозной резни вообще на уровне России. Потому что, посмотрите, повторю еще раз, потому что это очень важная вещь. Посмотрите на друзей Путина. Кадыров с его исламским халифатом, который куда ни приедет, все русские ложатся, потому что все боятся, потому что все русские безоружные, а ему дано право разъезжать с оружием по любой территории, в том числе и в Москве. Дальше у него, друзья, Хезбалла, Хамас, Талибы, Сирия арабская, значит, азербайджанский, мусульманский Азербайджан, в угоду которому Путин кинул, ну, полуправославную Армению. Значит, Путин воевал руками Медведева с православной Грузией. И теперь Путин воюет с православной Украиной. А и дальше у него там этих самых мусульманских еще друзей, плюс китайские друзья. То есть, на самом деле, интересы всех нерусских, неправославных у Путина главные, а войны всего Путина с братьями по вере и по, так сказать, по этносу. Вот, и это не может закончиться ничем, кроме как религиозной, всеобщей резней в Российской Федерации. Как только Путин ослабеет, и как только Путин ослабеет все фашисты русские, кинутся вырезать просто Чечню на корню. На корню. Ну, начнут, естественно, с Кадырова, но проблема заключается в том, что Чечня-то на самом деле такая же жертва Кадырова, как и там какие-то люди, перед которыми он разруливает вопросы. Потому что вы знаете, что там есть чеченцы, которые воюют на стороне Украины, которые ненавидят Кадырова. Кстати, тоже они мечтают вернуться в Ичкерию. И они даже, там, допустим, вот даже оппозиция российская и вот эти чеченцы, которые воюют здесь за границей, они считают, что Ичкерия – временно оккупированная Российской Федерацией территория. И Кадырова на месте Путина. Сергей, тут очень еще интересный момент. Вот Ростислав мне вчера его озвучил, в принципе, что Путин перестал быть арбитром. То есть есть некий бизнес, там огромная компания, неважно, как она называется. И есть притязание администрации президента, называется фамилия «Войно», глава администрации президента, которая курирует этот вопрос. И с другой стороны, Рамзан Кадыров и его клад. И получается, что они между собой совершают акты насилия определенного, рейдерства, рэкета, а Путин равно удален от этого всего. И вот Ростислав сделал как бы вывод о том, что он на сегодняшний момент ни в коем образом не влияет ни на какие элиты, и они на него не реагируют. Они сами могут позволить себе перестрелки, рейдерства, а Путин вообще уходит от этой ситуации. Как вы оцениваете подобные действия? Вот, кстати, очень интересна роль главы администрации президента, который тоже участник подобного конфликта. Ну, по идее, Вайна вообще не имеет, не должен иметь никакой самостоятельной роли, потому что Вайна – это просто глава президентской администрации, то есть, грубо говоря, это представитель Путина. То есть, грубо говоря, то, что говорит Вайна – это то, что говорит Путин. Но получается так, что Путин-то ведь старенький дедушка, который сидит там, я не знаю, в бункере где-то, я не знаю, там решает вопрос со своими внебрачными детьми, общается с ними, там из кружки чай пьет, и оценивает их работу, домашние задания. А в это время страна, огромная страна, которая 17,5 миллионов квадратных километров, управляется давным-давно в ручном режиме. То есть, на самом деле, в этой стране не работают никакие автоматические механизмы. В государстве этими автоматическими механизмами являются институты власти государственной. То есть, это прежде всего там власть президента Российской Федерации, затем федерального собрания двухпалатного, затем судов и региональных различных властей до муниципального уровня, затем каких-то исполнительных органов типа МВД, и кончает там армией, МЧС и прочими всякими министерствами и ведомствами. Вот это все, на самом деле, работает теперь абсолютно автономно, и каждый в своем маленьком уголке решает теперь свою проблему сам. А Путин, понимаете, с одной стороны, он взял на себя, он отстроил вертикаль, где все рычаги у него, и где он должен быть верховным арбитром. Но если вы вручную начинаете управлять такой огромной страной, вам вы спать не можете, потому что проблем такое большое количество, что надо постоянно принимать там людей, постоянно читать какие-то бумажки, постоянно звонки какие-то делать и разруливать все это в ручном режиме. Страна такая огромная, как Российская Федерация, в таком режиме ручном работать на самом деле не может. И плюс к тому же Путин старый, дедушка старый, ему все равно. То есть он, грубо говоря, уже не может просто даже самые важные вещи взять под свой контроль, потому что просто вот, грубо говоря, я так думаю, что это перестрелка в Вайберес, и вся история эта проходила на фоне того, что Путин занимался геополитикой. Вот он ездил там в Китай, в Северную Корею, он ездил там в Азербайджан, он ездил куда там, в Центральную Азию, не помню уже даже, куда он там ездил, вот в Монголию он ездил там, да, на Европейский форум. А вот все эти вопросы стояли, потому что просто его в Кремле физически не было. Ни в Кремле, нигде там, вот в то место, куда он должен был там на стрелку вызвать, значит, и сказать, что да, я послушал одного, послушал другого, значит, решение принимаю такое. Все, все разошлись, все довольны, недовольны, без разницы, главное, что решение принято. И вы теперь обязаны его исполнять. Вот этого уже нету, да, потому что физически, когда решала главный паханый, этот арбитр, его физически, к нему доступ нельзя получить, потому что звонишь в Кремль утром, а тебе говорят, Путин спит. Как спит? Да так, потому что у него, это самое, он не мог заснуть до пяти часов утра, потом принял снотворный, теперь будет спать до 14. Вот, звонишь в 14, чего там? Путин завтракает, звонишь в 15, Путин в бассейне, звонишь в 17, Путин на конюшне, звонишь в 18, Путин у Кабаевой, да, 22, ну ладно, перезвоните через 10 минут, перезвоните через 15 минут, и в 4 часа Путин спит, все, и вот так уже неделями, потому что это ведь только один случай, а таких случаев, там, миллион в стране, в которой постоянно чего-то, где-то перераспределяется, какие-то там проблемы возникают, плюс страна ведет огромную войну, к тому же, да, то есть там надо решать какие-то вопросы, там, снабжение, плюс Путин устроил переустройство, переустройство собственной, извините за тавтологию, собственной вертикали власти в мае месяце, пересажал половину, значит, Министерства обороны, и там идет еще борьба между ФСБ и Министерством обороны, Министерство обороны сейчас не работает, ФСБ, значит, сажает генералов, генералы все боятся, трясутся там и так далее, и плюс украинцы захватили, значит, Курскую область, и вообще, вот представляете, какой огромный массив работы есть, и все это в ручном режиме, а Путина нету, чтобы в ручном режиме все это разруливать, и поэтому, когда нету решалы, то приезжает одна банда вооруженная к другой банде вооруженной, и начинается стрельба, просто стрельба начинается, и вот на самом деле только начало, потому что так должно теперь быть так, как было в бандитском Петербурге, в бандитском Петербурге каждый день убивали там по 10 человек в разных частях города, потому что все решалы, значит, банда одна, банда другая, приезжали, а Петербург город большой, 5 миллионов, значит, вопросов экономических много, интересов экономических много, разборок много, решал и нету. Уважаемая аудитория, просим вас поставьте лайк этому видео, подпишитесь на YouTube-канал Сергея Жирнова, подпишитесь на мой YouTube-канал, и напишите в комментариях и географию просмотров, откуда вы нас смотрите, и ваше мнение о ситуации в целом. Сергей, есть еще две конспирологии, одна информация, которую хочу с вами обсудить. Конспирология первая. Ваш партнер визави генерал СВР написал буквально накануне, что Герасимову представили колоссальную охрану, его очень усердно охраняют, потому что с ним может что-то произойти, и в ближайшее время ожидается чистки. Вчера в Москве за коррупцию задержан еще один генерал. СК России задержал начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа генерал-майора Дениса Путилова. Его подозревают в получении взятки в размере 10 миллионов рублей во время выполнения гособоронзаказа. И это случилось аккурат после заявления генерала СВР о том, что тут начинаются очередные вокруг Герасимова аресты. И в связи с этим вопрос, а может ли Герасимов, его голова полететь с плеч? Или пока что только приближенные, но не он? Вот интересно ваше мнение. Почему вдруг ему усилили охрану тоже? Ну, во-первых, это история давнишняя, это совершенно не сегодня. Все уже было с самого начала этой полномасштабной войны в Украине, Российской Федерации, потому что уже в первые дни говорили о том, что Герасимова убили. Потом о том, что Герасимов исчез, кстати, на некоторое время говорили, что Герасимова посадили. Вот, потом говорили, что Герасимова снимают. Потом Герасимов вернулся. Потом возник Пригожин, который говорил, Герасимов и Шойгу, где снаряды, ее ПРСТ. Да? Значит, восемь месяцев воевал с Герасимовом и Шойгу Пригожин. Потом Путин, несмотря на это, в январе 23-го года назначил Герасимова ответственным за войну. И с тех пор его хоронят каждый день. И особенно мой партнер по итогам недели, генерал СВР, который постоянно говорит, что Герасимов, Герасимов, Герасимов не сегодня, не завтра его, значит, похоронят. А уже два с половиной года, как он сидит, сидит и сидит. Вот, точно так же они хоронили Шойгу. Шойгу, да, убрали с поста министра обороны, но Шойгу занял пост Патуршева. То есть Шойгу пересел в кресло Патуршева. А мой партнер по итогам недели говорит, Патуршев все решает. Где он решает? На грядке решает. Его убрали из того министерства, из того ведомства коронавирусного, которым он заведовал, где все решал. Теперь там Шойгу сидит. Да, они говорят, Шойгу ничего не решает. Ага. А Шойгу поехал в Иран, в Северную Корею. Шойгу там ездил с Путиным в некоторые визиты. И когда встречали каких-то значимых лиц, Шойгу стоит рядом. То есть на самом деле все он решает. На самом деле, может быть, он не решает так, как решал Патуршев, но он сидит в кресле секретаря Совета Безопасности и все в этом смысле решает. Ему бумажки приносят, он носит эти бумажки Путину и так далее и тому подобное. То есть на самом деле это разговор ни о чем. Это разговор ни о чем в том смысле, что надо чего-то разговаривать, но понятно, что рано или поздно Герасимова снимут. Поэтому если вы будете пять лет говорить, что Герасимова должны вот-вот снять, то когда его снимут, вы что скажете? Ну я же вам говорил пять лет, что Герасимова снимут. А я вам говорю такую штуку, могу сказать такую штуку. Вы знаете, вы будете смеяться, но Путин умрет. И когда Путин умрет, вы достанете эту запись и скажете, вот Жернок говорил, что Путин умрет. И Валерий Дмитриевич Соловей пять лет тому назад говорил, Путин умрет через две недели. У него финальная стадия рака. Путин пять лет спустя еще там. Потом, когда Валерий Дмитриевич Соловей, им надоело говорить, что у Путина рак, 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 они его просто убили. 26 октября прошлого года они сказали, что Путин умер. Ну сначала все, значит, там пообсуждали это дело, а теперь над ним просто смеются. Потому что говорят, ну ладно, ребят, ну хватит уже заниматься херней, извинись за выражение. Вот так сказать, ну вляпались бы в такую штуку. Ну не надо было говорить, что Путин умер. потому что все равно вам не... Причем, кстати, генерал Уэс Вер, я ему говорил в наших таких беседах, я ему говорил, что даже если бы вот все было так, как они рассказали, что Путин умер, все равно это нельзя было озвучивать, потому что в это никто не поверит. И таким образом они потеряли, ну грубо говоря, не только подписчиков, кстати, но и доверие к себе. И они продолжают рассказывать какие-то вещи, которые они рассказывают, но на самом деле, если вы послушаете Соловья, то это рассказы-гадалки. Вот типичные рассказы-гадалки. То есть, грубо говоря, вам рассказывается что? В Кремле существует некая теория. Вот я не говорю, что это будет так, но это кремлевская теория. На самом деле, они хотели бы так, но на самом деле, если ситуация изменится, то ничего не получится. Все. Это гадалка. Это ни о чем. Это разговоры ни о чем. Это разговоры для хайпа, для существования канала, потому что Валерий Дмитриевич Соловьевич, понятно, что его уволили из МГИМО, ему надо зарабатывать деньги, и он зарабатывает деньги частными лекциями, в частности, он дает видеоэфиры, платные видеоэфиры для своих подписчиков. Вот таким образом содержит свою семью и самого себя. И все, ничего другого здесь нет. Это просто человек, допустим, я не знаю про вас, у меня мой телеграм-канал, если он дает мне какую-то монетизацию, хорошо, если не дает, мне без разницы абсолютно, потому что у меня есть основная работа на телевидении, на книжках и так далее. То есть, я не завишу от этого материально. А Валерий Дмитриевич полностью зависит от этого материально. То есть, если у него не будет платных лекций по его каналу, то у него не будет денег для того, чтобы кормить себя и свою семью. Вот, и поэтому он постоянно рассказывает какие-то сказки, постоянно рассказывает какие-то заговоры кремлевские. Это дело, естественно, слушается с интересом большим, потому что он рассказывает ярко, он рассказывает интересно, голова у него есть на том месте, где она должна быть. Вот, в этом смысле у него все нормально. Вот, но вы сами понимаете, что это не является информацией, да, то есть это является просто такой забавой, и кому интересно эту забаву слушать, слушайте, ради бога, никаких проблем в этом нет. Сергей, еще вот вопрос, не могу вас не спросить, но разобрались в ключевые темы, это информация Росислава Мурзоголова, безусловно, что мы с вами тоже это неоднократно обсуждали, но вот в свете событий он еще раз это артикулировал. Наличие в Москве, в Кремле, достаточной группировки, называется несколько тысяч боевиков, подразделения Ахмат или там другой армии Рамзана Кадырова, которые находятся в Кремле. И тут вопрос для вас, а готовы ли они в связи с определенной турбулентной ситуацией быть задействованы против Кремля, против администрации Путина, против Путина, против Вайна, или эта ситуация невозможна, вот интересно ваше мнение? Нет, такая ситуация в принципе возможно в любом случае, когда у вас есть группа, которая сидит в презент-отеле, у которой есть стрелковое оружие, и может быть там легкое даже такое военное оружие, типа пулеметов, минометов, что-нибудь такое. Вот броняков у них армейских нет, но у них есть бронированные машины, значит, американские. То в принципе такая группа, Пригожин же показал, что такая группа в принципе если приедет куда-то там в Кремль или в Новое Огарево, она может перестрелять ту охрану, которая там есть, и сесть, грубо говоря, в какой-то кремлевский кабинет. Вот, значит, вот Кадыров едет на Тесле, ну правда она не бронированная, это Тесла, хотя кто его знает, может быть он заказал бронированный вариант. Вот, кстати, эту Теслу Маск уже отключил, она же удаленно, она же вся компьютерная, и то есть как только Кадыров сделал эту запись, Маск просто взял и отключил эту машину. Она теперь ездить не может, потому что у нее электронное зажигание, которое из Америки контролируется, и Маск его отключил. Вот, и эти боевики, естественно, если их там несколько сотен, то они в качестве вот такого рейдерской группы могут приехать не только к хозяйке Вайлдберрис, но они могут приехать в Кремль, естественно, в Новое Огарево, куда угодно. Они могут приехать в Белый дом, они могут приехать на дачу премьер-министру, на дачу там кому-нибудь еще, и чего-то там попытаться сделать. Если там будет небольшая охрана, то они могут даже захватить что-то, но дальше никакого потенциала у Кадырова управлять Российской Федерацией, безусловно, нету. То есть, грубо говоря, он не может устроить государственный переворот, который состоится, потому что это будет ГКЧП, но ГКЧП это были, по крайней мере, русские, да, по крайней мере, представители титульной нации. А если кадыровцы, мусульмане, бородатые, возьмут власть в каком-то там кремевском кабинете, то по ним просто ударят ракетой кинжал по этому кабинету, в котором он сидит. И там от этого кабинета не останется ничего, им без разницы, Кремль, не Кремль, просто в этот кабинет прилетит ракета и разобьет все к чертовой бабушке. На этом закончится жизнь Кадырова и этой группы, которая попытается что-то сделать. Понимаете, вот это вот так сделается. И, кстати, это сделает, кто это сделает? Это сделает товарищ Герасимов. Поэтому Путин его и не убирает, потому что у товарища Герасимова в подчинении полтора миллиона скоро будет солдат и все вооруженные силы Российской Федерации. А у Кадырова только стрелковые силы. Ну, он там чего-то себе отцыганил, там какие-то там броневики, даже говорят, там какой-то ПВО он там отцыганил. Но вы понимаете, что три удара ракетами и от дворца Кадырова не останется ни рожек, ни ножек. Со всем его кланом, со всеми его многочисленными детьми, женами, мамами, папами, братьями и так далее. И он это прекрасно знает. То есть, на самом деле, Кадыров это решало в Кремле, который работает только на глупых, невооруженных людей. Вот на среднего россиянина, который ходит по улицам Москвы, приезжают бородатые абреки с автоматами, на них это работает. На Генштаб Российской Федерации это работать не может и не будет никогда, потому что они, Кадырова, ненавидят все. Вся российская верхушка, вот если есть вещь, где они, все интересы входятся у всех абсолютно, у всех силовых ведомств Российской Федерации, это все ненавидят Кадырова. И ждут только момент, когда Путин сдохнет или когда Бутин старый, для того, чтобы и, кстати, в вот этой моей книжке, я вам расскажу силу. Ну, поскольку она по-французски, ее все равно мало кто читает на русском языке. Вот, я рассказываю такую историю в конце, когда, значит, Путина не становится, и там в России начинаются перемены. И, значит, случается следующая вещь. Вылетает стратегический бомбардировщик Ту-160 из авиационной базы «Оленьи», по Волге, спускается вниз до Каспийского моря, из района Каспийского моря запускает крылатую ракету по Украине. Эта крылатая ракета летит, естественно, над Кавказом сначала, прежде чем попасть в Украину, потом должна лететь, в принципе, над Краснодаром, над Краснодарским краем, Ростовской областью и дальше уже в Украину. Но, пролетая над Кавказом, она случайно падает в Чечне прямо на дворец Кадырова. В тот самый момент, когда весь клан Кадырова там собрался праздновать свадьбу его очередного сына. И во время удара этого ракеты, случайного падения ракеты крылатой, погибает 350 человек всего ближнего окружения Кадырова. Вот я написал это в этой книжке. А дальше летчика, который запустил эту ракету, вызывают к начальнику генерального штаба, ему объявляется выговор, ему говорят, ну как же так, ну вы же. А он говорит, а у него ракета советская, ну у нас половина ракет этих падает прямо в Каспийское море. Мы там всех дельфинов уже перетравили, потому что, значит, там топливо ядовитое и взрывчатка, и в Каспийском море уже дельфинов не осталось. Скоро осетров уже не останется для икры, вот, потому что половина этих ракет старых советских падает. Вот, так что, смея какой спрос, у нас падает каждая вторая ракета, но вот это упало там на Чечню. Извините, пожалуйста, это наше недоразумение. Ну ему говорят, ну ай-яй-яй, объявляется ему выговор и говорят, 13-ю зарплату с тебя снимаем. В этом году не получишь 13-ю зарплату. Вот так заканчивается вся история. Уважаемая аудитория, где бы вы ни находились, пожалуйста, поставьте лайк этому видео, прочтите книгу Сергея Жирнова, это очень интересно. Я надеюсь, у нас придет момент, когда мы Сергеем посвятим целую программу РПЦ и Кириллу, потому что все очень ждут. Вот Мария Максакова все смотрят и все говорят, когда же Сергей Жирнов, но вот когда Сергей Жирнов примет решение сделать программу, вы узнаете об этом первым. Поставьте лайк, подпишитесь на мой YouTube-канал, на YouTube-канал Сергея Жирнова и напишите в комментариях географию просмотров, откуда вы нас смотрите, и также вашу конспирологию, что вы думаете об этом и о конфликте между войной и Чечнёй, и Рамзаном Кадыровым, и о ситуации с Валдборис, ну и, конечно же, о инсайдах генерала СВ. Сергей Жирнов, бывший сотрудник АГБ и внешней разведки. Сергей, благодарю вас и традиционно до встречи на следующей неделе. Спасибо.